Смирение Название книги «Заповеди сердца» Ну вот видите, до сердца мы и добрались Потому что там в сердце и находится наше «Я» То самое «Я», которое более всего не хочет смириться А так как оно не хочет смириться Ну, по-видимому, самая большая работа, которая предстоит этому сердцу осуществить Смирение Сложнее всего Сложнее всего Сложнее всего преклонить голову Согласиться Сказать «Да, ты права, Клава» «Ты прав, Гриш, вы правы, правы» «Эти правы, те правы» Человек не принимает, не хочет, он всегда прав Отойдем и до этого Итак, мы начали с вами Главу, где Рабейну Бахья постепенно, методически объясняет все стороны Этого необходимого служения по названию «Смирением» Качеству, к которому мы должны прийти Дал определение Ясное, которое вначале, может быть, могло бы нас бы и привести в некое заблуждение Смирение – это состояние души, ощущающее себя низко, недостойно, не имеющее большой ценности в собственных глазах Можно перепугаться сразу от этого определения Тем не менее, сразу же после этого идет раздел 2, где объясняется более конкретно, что имеется в виду Есть разные виды, три вида, по крайней мере, смирения Один из них ложный Это неуверен в самом себе Это связано с неким даже комплексом неполноценности По-видимому, такое смирение, оно не есть истинное То же самое смирение, которое приходит от власти одного человека над другим и тому подобное Оно также не является истинным Истинным смирением, то, о котором он говорит Единственное, которое мы принимаем его Это смирение только перед Творцом Говорили об этом в прошлый раз Это была наша тема Сегодня мы перейдем к третьему разделу Где говорит автор Десять причин заставляют человека оставить гордыню и приводят его к смирению С того, как он дал определение Проанализировал это определение, чтобы мы могли понять, что имеется в виду Он ставит следующий вопрос Что нет у людей смиренных? Есть вокруг люди смиренные? Говорит, а, есть Ну давайте к ним присмотримся Смирение, которое мы видим в них Есть смирение Предположим, что есть смирение Следствие чего Это смирение пришло Десять причин заставляет человека оставить гордыню У него я Хочется кричать Я, я, я И несмотря на это он пересилил себя На первый взгляд Не кричит я постоянно И готов принять мнение других Готов согласиться Готов такой И ведет себя, скажем так Как человек смиренный Есть этому причины Просто так человек таким не будет Снова напоминаем Гордыня, о которой мы говорим Высокомерие Как основной духовный корень человека Это следствие Его называется целем элоким Это называется Его по подобию По Целем это не подобие По образу Так его переводят По образу Всевышнего Только из-за того Что нас отворили Некого Как по образу Всевышнего Поэтому И есть у нас Это ощущение Нашего я Которым Каждый из нас Хочет быть царем Есть царь всех царей Ну мы такие маленькие цари Но каждый хочет быть царем Поэтому так сложно И сложнее всего Укротить свое я Свое мнение Свое желание Свое привычки Гордыня И тем более Возгождаться Над другими людьми Так вот Десять причин Заставляют человека Оставить гордыню И приводят его к смирению Первая причина Когда оставляет его силы И он лишается Естественной свободы Движения Из-за болезней Остеничности Или слабого телосложения Это приводит его к смирению И он молит Бога И просит людей О помощи Естественно что Когда человек здоровый Крепкий Полный энергии Захвачу мир Мир мне принадлежит И да Человек слабый Есть такой Остеничный Имеется ввиду Такой упадок сил Полудистрофик Немощный Кто не испытал Это состояние Даже трудно понять Что это такое Люди В возрасте 80-90 Они знакомы Больше С ощущением А есть просто люди Которые болеют Они могут быть 20-летними Из-за того Что у них есть Упадок сил Не хватает Этого тонуса Жизненного То Им волей-неволей Приходится Быть людьми Смиренными Они не А что Что даст Ихния Это высокомерие Я скажу На него Не обращаю Внимание Все равно Только Одна боль Будет От этого Ну что же Будет свое Мнение Высказывать Или вообще Настаивать На него Все равно С ним не считается Поэтому В такой ситуации Когда Тело Подвело Да Как говорится Не работает Человек Он Склонен К тому Чтобы Быть смиренным Это первая Причина Вторая Причина Когда Случится С ним Несчастье Или Обеднеет И сделается Зависим От других Людей Тогда Как прежде Тогда Как прежде Не было В таком Состоянии Он Смиряется Перед Людьми И дух Его Разбит Так Что Уже Не до Того Ему Чтобы Городиться Перед Ним И тем Что Есть У него И Цитируется Книга Ишмуэль То есть Вторая Причина Из-за Того Что Человек Имел Здоровье Но Потерял Его Человек Который Имел Богатство Но Увы Оно Ушло Нет Богатства Больше Имел Власть Нету Власти То есть Человек Который Статус Его Он Поменялся Такой человек И состояние Ощущение Возвышенности Над другими людьми Вдруг Вдруг Он Превращается В зависимость Может Вначале Это Вызывает У него Приступ Каких-то Припадок Ярости Я знаю Такого Зла А Со временем Привыкает И Что Делать И Приходится Смиряться Это То Что Есть Теперь Я Беднел Теперь Я Больной Теперь Меня руковожу А мной руководят Приходится Смиряться Поэтому Что мы видим Вторая причина Когда люди приходят К смиренности Тогда Когда Что-то с ними Происходит Хотят Они этого Или не хотят Приходится Свою гордость Укратить Третья причина Когда Кто-нибудь Из ближних Чье положение Лучше Чем его Окажет ему Милость И тогда Он смирится Перед тем Человеком Сказано Многие Ищут Благоволение Перед знатным И все Друзья Мужу Дающего То есть Человек Ходит Ощущение Своё Я Застаток И Смотришь Двоюродный Брат Или Разбогател Бывает Такое Не часто Случается А он Как-то Дела Пошли Не очень А тот Благословен Оказался Не отказывается От своего Родственника Наоборот Готов Широкой Рукой Дать ему Дают Принимают Но это Соответственно И приводит К тому Что приходится Перед этим Двоюродным Братом Чуть-чуть Поклоняться Чуть-чуть Заискивать Даже Можно сказать В любом Случае Не возвышаться В любом Случае Не противоречить Не настаивать На своём Мнении Не говорит Что он думает Как он думает Это наоборот Мы готовы Служить Людей Богатых Почему Потому что Мы видим Что в этом смысле Власть в их руках То есть Если перед этим Мы видим Причины Которые Перечисляют Они общие То есть Мы видим О том Что человек Слабомощный Он Смирён Просто У него Выхода нет И когда С ним Случилось Несчастье Он становится Зависим От всех Тоже Выхода нет Тут точечно Тут Мог бы Найтися Этот Родственник Который Помогает А мог бы Его бы Не было Но факт К тому Что он Появился И даёт Ему приходится Принимать Уже Делает Его Человеком Зависимым Поэтому Это уже Тоже Вляет На его Гордость Тем самым Снижая Его Смирение И приводит Его К смирению И Когда мы Видим Люди Которые Просят Милостыню Часто Спрашивают Этот вопрос Мы Люди Всегда Подозрительные Мы Это Сказать Всегда Подозреваем Наверняка Она Точно Нас Обманывает То есть Безнек Этого Безнек А Брискиров Так Его Называет Историю Которые Рассказывают Что Кто-то Кто из Учеников Наблюдал Поведение 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 В ситуации Когда он Столкнулся С таким Бедным Которым Просил И Которым Он Не Дал Просил Ученик Научите Почему Это Производ Почему Не Дали Задоку Да Он Говорит Это Не Бедный Как Вы Знаете Говорит Я Скажу Человек Который Истинно Бедный Он Потерял Уже Гордость Он Становится Смирен Но Выхода Нет То есть Когда Мы Встречаем Человека Который Уже Вы Видите Что У него Никакой Гордости Нет Это Тоже Человек Практически То есть Исключить На сто Процентов Умения Актерского Такого Искусства Мы не можем И это Существует Знаком Даже близко С этим Актеры Прекрасно Играющие Очень хорошо На самом Высоком уровне Аферисты Просто Существует Единица Но не существует Это не Говорит О всех Остальных Но В целом Человек Который Ведет Себя Совершенно Смиренно Человек Это Человек Бедный В отличие от Человека Который Ведет Себя Вызывающе Видимо Если Сила Гордости В нем Еще Существует Видимо Он Недостаточно Обеднел Что-то Еще Есть Есть В кармане Они 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 Продолжают Ходить С Наглым Видом Есть И Такие Люди Но Есть Люди Которые Не Могут Терпеть Долгов Не В Состоянии Есть Люди Такой Человек Хочет Не Хочет Так Как У него Есть Долг И Он Не Может Его Заплатить Отдать То Его Гордость Тоже Она Понижается Приходится Как-то Смиряться С этим Положением Надо Кстати Знать О том Что Если Мы Знаем Это Аллаха Закон Если Мы Знаем Что Человек Который Должен Не Может У Нас Он Не Может Отдать Нам Долг Какой-то Причине Нет У Него Мы Знаем Это Не Может Быть А Знаем Выяснили Не Может То Нам Нельзя Ему Напоминать Нельзя Ну Когда Ты Мне Одашь Долг Он Же Не Может Долг Что Ты Спрашиваешь Это Только Взять Что Значит Это Как Иголочку Раз Больное Место То Запрещено У Нас Делать Нельзя Напоминать Должнику Моего Долга Если Вы Знаете О том Что Он Может Одна Даже Рассказывают Ни Одну Историю Про Наших Мудрецов Праведников Которые Которые Обходили Район В том Месте Где Должник Его Живет Только Чтобы Случайно Не Присло Эта Встреча Которая Может Как Бы Привести В Это Состояние Я Же Должен Даже Этого Они Не Хотели До Такой Степени Запрет На Это Да Конечно Можно Пожалуйста Вы Можете Простить Простите Скажите Что Вы Простили Да Но Если Вы Не Говорите Ему В явной Форме Значит Это Долг Существует А Если Вы Чувствуете Хотите Простить Придет Вам Браха Придет Благословение Это Была Четвертая Причина Пятая Причина Когда Человек Находится В плену Врага Он Покоряется Ему Смиряется Его душа Как Сказано Терзали Оковами Ногу Его Железо Вошло В душ Вы Находитесь У врага Приходится Не приходится Вы Человек Властный Человек Высокомерный Гордость Распирает Пах 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 Пару Раз По физиономии Все Тихо Сидит Спокойно Такой Уже Уравновешенный Такой Тихо Никого Не Мнение Своего Не высказывает Выхода Нет Почему В плену Врага Тоже Самая Шестая Причина Когда Раб Не может Выкупить Себя У Своего Хозяина Сейчас Нету Реальности Рабов И тем Именно Можно Представить Эту Реальность Когда Раб Всецело Зависит От Воли Своего Господина Можно Даже Сказать Не воли А порой Прихоти Никогда Не знает Что за Какая Прихоть Придет К этому Господину Это Унизительно Часто Раб Находится В самом Унизительном Состоянии Поэтому Воле Неволе Приходится Смиряться Вот Видите Седьмая Причина Когда Постигает Человека Горести И беды Приносящему Печаль Когда Сокрушается Сокрушается Его дух И Смиряется С сердцем То есть Травму Какой-то Получить Бывает Такое Человек Не удалось Женился Развелся Развелся Пять детей В разных Странах Ну не идет И снова Вот Скоро Под 60 И надо Начинать Все снова Печаль Сокрушает Его дух Травма В основном Кормится Над этим Психиатры Психологи Но Так или иначе Приходится Своё сердце Как-то Умерщвлять Смирять Это была Седьмая причина Теперь Восьмая причина Когда человек Задумается О своих делах О том Как он Противился Богу В уплату За благо его Как пренебрегал Его добротой Вместо того Чтобы восхвалять Его за нее Тогда он Смирится Перед Богом И устыдится Перед Ним Тут Начинаются Уже другие Причины С восьмой Всем причин Которые Перечислю Это причины Не самые Достойные То есть Эти причины Вызваны Разными Обсоятельствами То есть Не то Что человек Хотел Сам Стать Человеком Смиренным Стремился Работал Над собой Можно сказать Но выбора Не было Телесное состояние Зависимость От дорогих Людей То ли он У врагов То ли он В плену То ли он Раб То ли он Должен Кому-то То ли Приходится Смиряться Все это Еще Детали Детали Того Что мы Не называем Истинным Смирением К этому Мы не стремимся А вот Еще три причины Которые Перечисляем Вот они Достойны Внимания Когда человек Задумается О своих делах О том Как он Противился Богу В уплату За благо его Как бы Пренебрегал Его добротой Вместо того Чтобы восхвалять его Ну Это у нас Было посвящено Много занятий До этого Скажем Только в этом слове Человек Есть разум Для этого Он и дается Ему Чтобы Анализировать Стараться Понять Свою жизнь Адекватно Оценить Что он получил Что он не получил Что ему полагается Что ему не полагается Когда человек Задумается О своих делах Вы понимаете Задумается Не часто приходится Но представьте Что он задумается О своих делах И что он Вдруг Он осознает Что он Противился Богу В облада За благо его Как пренебрегал Его добротой Вместо того Чтобы восхвалять его То есть Он не был Человек смиренный Он знает О том Что повеление Бога Ну Желание Которое у него есть Оно одно единственное Я же твое сердце хочу А что у тебя там В сердце А Восвышение Гордость Высокомерие А ну отдай мне Это Освободись От этого Это самое основное Гордым Это только Сам Сам Бог Ему принадлежит Слово гордости Не человек Человек Так как Он хочет Уподобиться Богу Так он Это как бы Пытается Захватить Это звание Да Он хочет Стать таким Но это не Это не Для этого Это испытание Конечная цель Чтобы человек Понял Осознал О том Что не он Управляет миром Не он царь этого мира А есть царь царей Есть тот Управляет этим миром Это самое сложное Что есть Самое сложное Что есть Поэтому Если человек Задумается Задумается О своих делах Задумается о том Что Как он Нарушал Заповеди Которые он повелевал Для моей же пользы Для пользы Самого человека И пренебрегал Его добротой С того чтобы Схвалять То Он осознает Своё положение И естественно Придёт Скромности Это восьмая причина Девятая причина Когда творец Упрекает человека И навлекает На него Позор За его Непослушание И тот Смиряется И исполняется Страхом И Как сказано Царе Израиля Ахаве Вил ли ты Как смирился Ахав передо мной Тут речь идёт О гораздо более Высоком уровне Для нас Малодоступном Когда сам творец Упрекает человека То есть В пророческом Явлении Творец Раскрывается Человеку Навлекает На него Позор Естественно Что приходится Перед творцом Перед пореканием Творцом Приходится Смиряться Десятая Причина Когда человек Чувствует Что приближается Смерть И наступает Его последний день И он Задумывается О страхе смерти О том Что ему Придётся Дать отчёт За все Свои дела Он смиряет И склоняет Головь И когда он делает И когда он делается Презренным В собственных глазах Раскается В том Чтобы дни его Миновали И жизнь Снекла А он Не приготовил Себя За благовременно Припасов То есть Добрых дел На предстоящий Путь Как сказано Страшились Нас Ио не грешники Трепетал Трепет Обял лицемерных Кто постоит За нас Перед огнём Пожирающим То есть Кто Кто Все это Осознает Естественно Что смирение Сразу придёт К нему Десятая причина Она в принципе Как бы Собирающая Всё вместе Взятое Собирающая Всё Как и должно быть Дальше мы будем Говорить Путями Можно прийти К смирению Но уже Вполне Достаточно То что тут Сказано Когда Человек Чувствует Что приближается Смерть Скажите Кто-то Чувствует Что приближается Смерть Люди Чувствуют Это То есть Те Которые Умерли Всегда Рассказывают Что за 30 дней Как у нас И написано Были Признаки Того Что они Уже Почувствовали Что они Умирают Человек Человек Уходит Из жизни И так Действительно Так Сказано Но у нас Сказано Знаете Еще Что-то Сказано Что человек Не знает День Своей Смерти То есть Когда человек Уходит Из жизни И он Больной И он В принципе Знает Что Дни его Сочтены Или он Состарился Точно Так же Но бывает Что оно Приходит Совершенно Внезапно Нужданно Негаданно Я же не говорю Что кто-то Там Находился По среднему Военных Действий Знал В каком Опасном Месте Он Находится Речь Не об этом Идет Автомобильная Катастрофа Еще что-либо По дороге На свадьбу Человек Не думает О смерти Но не знает Когда она Придет Поэтому У нас Говорится Что нужно Всегда Исправлять Себя То есть Делать Чуву Каждый день Почему Потому что Человек не знает День своей Смерти Иди Знаю Вдруг она Не успеем А я не успел Ничего подготовить Видите Не подготовился У меня нету Этих Авосик С добрыми делами Для того Чтобы я смог И одно Осознание Это должно Потрясти Человека Это должно Потрясти Человека Какая гордость Какая-то То это Я буду управлять Я то Я прав Нет Ты прав Из гроба Вообще Какая-то Перспективная Жизнь Вообще Она другая Негроба Из могилы То же самое Кто в больнице Находился Знаете Из окошка Из больничной Комнаты Палаты Палаты называют Там тоже Как-то Все по-другому Смотрится Смотришь Там двое Ругаются За стоянку Говорят Вы просто Здоровые Приходите сюда Зайдите Походите по палатам У вас как-то Пропорция жизни Другая будет Я должен знать У него приближается Смерть Наступает его Последний день Мы не знаем Когда он придет Мы не задумываемся О этом у нас Ощущение Правильное Интуитивное Что мы будем жить Вечно Мы действительно Спроектированы В потенциале На вечную жизнь Поэтому у нас Интуиция Не подводит Верно Но только В этом мире Она Кратковременна Да 70 80 До 120 лет Но не больше Уграничено Все Поэтому Приходится Задумываться И обязаны Задумываться И этот страх Смерти Должен И дать Результат Смирения И Склонения Головы Это то Когда он делается Презренным В собственных глазах Рассказывается В том Что дни вы миновали Жизнь из стекла И действительно Человек Начинает Перед смерть Знаете Люди Которые Еще Чуть Чуть Состояние Подумать О своей жизни О том Что они Прошли Им уже 70 80 Не знаю Сколько Раньше Это было 60 50 Сейчас 70 80 Люди Задумывались Прикинули А что Собственно Говоря Жизнь Так Прошла Быстро Быстро Заметили О том Что жизнь Проходит Быстро Я помню Мне было Тогда По-видимому Лет 18 По-видимому Сколько 15 И была Профессор Которая Женщина Ну Уже После Явно Уже После Пенсии Продолжала Работать И она Сказала О том Что Ой Вы знаете Жизнь Прошла Так Быстро Я даже Не заметил Я смотрю Говорю Что Что значит Быстро Тетя Бабушка Вам Вам Столько То Столько То Лет Жизнь Прекрасна Жизнь Вообще Течет Очень Медленно Все Нормально На все Жизнь Впереди Все Все Только Нас Ждет И вдруг Выясняется Что Эта жизнь Проходит Очень Быстро И она Оказалась Права Жизнь Оказалась Быстро Поэтому Когда Мы Приходим К своим 60 70 80 Годам Смотрим Назад Мы Вдруг Тыми Воськами Клюм Ничего Ни с чем Ну Есть место Какой-то Гордости О Я Добился Я То Смотрите Дети У меня Чему Вас Обучать Чему Обучать Всю Жизнь Обманывал Сейчас Хочешь Продолжать Обманывать Дальше 10 Причин Из них 7 Как мы Сказали Эти Причины Которые Вынуждены И Три Причины По которой Истинные Которые Человек Может Прийти К Состоянию Душевному Смирения Это у нас Был Третий Раздел Давайте Перейдем К Четвертому Разделу В четвертом Разделе Спрашивает Рабей Нубахи В каких Случаях Человек Обязан Проявлять В своем Поведении Смирение И скромность Предположим Что Чувство Скромности В нас Существует Мы Развили Задумались О дне Своей смерти Он Говорит Вот В каких Ситуациях Это Больше всего Это Проявляется То есть Если Мы Это Поймем Мы Поймем Еще Больше Деталей О том Что Есть Смиренность На самом Деле Он Говорит Так Первая Ситуация Вот Когда Надо Проявлять Это Смирение Когда Проявлять Смирение Например Мы Находимся На Необитаемом Острове Особенно Нам Особенно Там Смирение Не Поможет Наоборот Надо Было Я знаю Там Оторвать Какое-то Ветх Чтобы Спасти Себя Знать Это Сделать И у него Не получилось Он Такой Скромный Смиренный Сказал Не Ну Знаете Я же Не буду Гордиться Что я могу Я не могу Он Останется Без Дров Явно Что Это Наоборот Вопреки Здравому Слышу Он Говорит Нет Есть Ситуации В которых Надо Знать Что Что Делает С нами Снова Дурное Побуждение Он Все Хочет Наоборот Верно Тогда Когда Надо Говорить Молчим Когда Надо Молчать Говорить Все Перепутает Когда Надо Быть Скромным Мы Не Скромным Мы Скромным Все Перепутаем Поэтому Нужно Выяснить Эту Ситуацию Когда Да Надо Быть Смиренным Начинать С нее Когда Человек Ведет Дела С людьми Своего Поколения На равных То есть С равными Людьми Он Должен Обращаться Достойно С подобными Себе Как Я Поясню В ходе Дальнейшего Изложения То есть Дальше Эта тема Будет Разложена Гораздо Более Подробнее Потому что По Видимо Из нее Все остальное Исходит Сложнее Всего Нам Быть Смиренным С людьми Такими Как Потому что Кто Над нами Будем Любизать Кто Под нами Действительно Это сразу Хочется Но там Ясно По крайней Мере Что ты Возвышаешься А где Находится Вот это Тонкое То что Требует Непосредственного Исправления Такого Наиболее Существенного Это с людьми Равными Потому что Больше всего Хочется Оказаться Повыше Человека С которым Ты на равных Найти В нем Что-то Что ты Выше Его И есть Люди Для которых Это 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 Бензин Это Делик Это Горючее На этом Они живут Как Человек Может Вообще Жить Как Люди Живут Как Люди Живут Большинство Людей Живут За счет Унижения Других То ли Прямых В удовольствии Сказал Что-то Прокритиковал Сделал Замечание Нацмеялся Унизил Почувствовал себя Чуть повыше Или Не надо Даже словами А как Внутри Там А я Даже знаю Кто-то Такой А Кто-то Такой Чувствует Себя Это Ощущение Что ты Живешь Это Удовольствие А что Есть еще Что-то Есть люди Даже Спрашивают Для них Это Жизнь Так вот Основное Испытание Это Именно Со своими Поэтому Знаменитый Письме Рамбана Сказано О том Что Сын мой Хочешь Пойти По пути Достичь Величие Служения Всевышнего Пожалуйста И Дает ему Много Советов Один из них Говорит Смотри Чтобы все Люди Вокруг тебя Были Ты видел их Как Людей Более достойных Чем ты А И скажете Это не так На ху Сейчас Мы подошли К очень Интересному Дальше Будем говорить Более подробно Расскажем Сейчас Это неверно Это неверно Потому Что Человек Настолько Сложно Устроен Настолько Комплексно И то И то И то И то Что верно В этом В этом И в этом Ты более достойный Ты более развитый Ты более Великий Чем Другой человек Но он В других Качествах Он Превосходит Тебя Ну так Что если Тебе Возвышаться Верно Может быть Ты более Умный А он Более Сердечный Ты более Сердечный А он Более Умный Ну так Что Вообще Над кем Есть Там По видему Самое Самое Порицаемое Качество Которое У нас Есть Это Внутренное Возвышение То есть Гавап Немит Называется Это Внутренное Высокомерие Когда человек Чувствует себя Выше Других И в первую очередь Относятся к людей На его уровне На его уровне На его уровне Тут Я надеюсь Дальше мы будем Говорить подробнее Тогда перейдем К теме семьи Там это Очень 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 Существенно В отношении К между мужем И женой Отношения С детьми Особенно Кто повзрослел С родителями Чем ближе Тем сложнее Вся тема Тут Которая есть Может там Именно больше всего Требуется смирение Итак Первая ситуация Когда человек Ведет дела С людьми Своего поколения То есть На том же уровне Он должен видеть их Более достойным Более высоким Чем он Там должно Проявляться Смирение Там должно Проявляться смирение То есть Смиряться Не хочется Ну надо Почему Так Бог повелел То есть Если просто По инерции Без книг По этике Без мусара Без всего Что мы с вами Учим Без Торы То естественно Человек будет Вся его жизнь Проходит только В возвышении На других Это основное Его топливо Это он же Энергия Он от этого Получит Но если мы Это первая ситуация Вторая ситуация Когда он Оказывается В обществе Мудрецов Обладающих Знанием Бога Его Торы И людей Благочестивых Праведных Близких К нему Когда надо Будет Проявлять Смирение И скромность Интересно У нас Еврейская Традиция Она Во многом Построена На почитании К мудрецам Торе Уважение К ним Интересное Наблюдение Знаете Что Так Распродилась История Назовем Это Такими Словами Что Еврейский Народ После Всяких Переходов С места На место Он был Разделен На Две Общины Сефарскую Общину И на Ашкеназийскую Общину Часть Евреев Жила В Европе А часть Жила На Территории Северной Африки И Ближнего Востока Как Результат Разделения И сложили И сложились И разные Дополнительные Традиции К Торе Мы видим Очень интересную Вещь В сефарских Общинах Даже Люди Далекие От Торы Которые Оставили Существует Удивительное Уважение К мудрецам Торы У нас Почитание Без кипы Без всего Видели Рава Сразу же Бегут Благословение То это Целуют ему Руки Выходцы Из стран Ашкеназа То есть Из Европы Они Гораздо Менее Склонны К этому Более того Мы видим Отношения Порой Бывают Даже Очень Пренебрежительные Какой Результат Этого Посмотрите Все Знали Свою Жизнь Это Привело К Соблюдение Еврейской Традиции Сколько Это важно Сколько Нужно Сколько Она Необходимо Поэтому Когда мы Встречаемся С мудрецом Торы То мы Как тут Написано Мы Должны То есть Где Должно Проявляться Наше Смирение Именно В этом Есть Почему Потому что Порой Бывает Мы Придем Спрашивать Вопрос И у Нас Есть Готовый Ответ И Раф Говорит Не то Что Мы Хотели Бы Услышать Вот Тогда И Требуется Качество Смирения Для Того Чтобы Принять Его Ответ И Эту Тему Можно Развить Гораздо Более То есть Много Много Примеров Много Много Примеров Третья Ситуация Дальше Когда Человека Восхваляют За его Хорошие Душевные Качества А А Та Цадык Ты 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 Праведный Смотри Какой Ты Хороший Человек Ну Что Хвалим Представляете Кто Хвалим Действительно Достойный Человек Его Хвалят Что Должно Быть В Сердце О Видите Как Только Тебя Хвалят О Это Самый Момент Когда Нужно Это Качество Под Названием Смирение И Проявить Вытащить Его Из Кармана Значит Почистил Вот И Сердце Смирение Как Он Говорит Когда Человека Восхваляют За его Хорошие Душевные Качества Он Обязан Явить Смирение Перед Господом И Вызвать В Сердце Воспоминания О Своих Предыдущих Грехах И Провинностях Ведомых Только Самому Богу Но Он Сокрыл Их От Людей И Явил Своё Долготерпение В ожидании Раскания Возвращения Грешников И Пусть Человек Не Радуется Тому Что Люди Ошибаются В Нём Думая О Нём Лучше Чем Он Есть А Напротив Печалится От Того Что Товарез Былсловенный Действительно Знает О Злых Делах Его Уклонение Его Об Исполнение Обязанности Перед Ним И От Расплаты Заполученное От Него Благо И Покорится В Сердце Своём Как Сказано Ибо О Вине Моей Поведаю Удрущён Я Грехами Моими Так Сказано Силием Царь Давид Что Тут Сказано Смотрите Есть Масса Историй Хасидских Нехасидских Литовских В этом Смысле Все Одинаковы Как Великого Равина Встречала Целая Община Его Начинали Значит Его Ставили На какой-то Трон И Все Его Несли И Он Что-то Там Говорил Рассказывают В разных Вариациях То же Самое Или Что Его Встретили В огромной Карете А потом Вдруг Нашли Его Среди Людей Которые Толкали Эту Карету А выяснилось Что Карета Была Пустая Когда Они Говорили Что Они Там Говорили Кто Ты Такой Ты Никто Ты Ничего Это То Что Тебе Тот Все Восхваляет Это Все Чтобы Не Не было Даже Никакой Возможности Гордости Войти В сердце А Истина Что Должно Произвести Что Тут Скроется Действительно Порой Люди Очень Достойны Действительно Люди Велики Велики В мудрости Велики В праведности Им Что Не Полагается Не Полагается Достойное Уважение Отношение Уважительное Конечно Они Заходят Я знаю Там На свадьбу Все Сразу Музыка Останавливается Специальная Музыка Есть Для того Чтобы Встретить Равина Который Пришел На свадьбу Они Заходят В зал Все Встают Ну Сердце Его Не Возгордится От этого Ответ Нет Почему Потому Что Эти люди Поэтому Они Стали Такими Потому Что Они Читали То Что Тут Написано Да Они И знали Это А что Тут Написано О том Что Надо Знать Истину А Истина Мы Сейчас Говорим В В вещах Очень Глубок Человек Был Знать Кто Он Такой На самом Деле Мы Которые Возвращаемся Каждый Раз Верно Тебя Хвалят Тебя Кто Ты Такой Только Ты Знаешь Более Того Только Ты Знаешь Что Бог Скрывает От Остальных Людей В твоем Поведении Люди Видят Другого Человека Ну Сколько Есть 24 Часа В Сутки В Процентах Ну Сколько Мы Видим Других Людей Один Процент Времени Двадцать Процента Времени А все Остальное Время Только Бог Видит Говорят Еще И Жена Жена Знает Все Но Только Сверху Видно Все Поведение Человека Всегда Ли Мы Все Люди Праведные Как Малахим Как Ангелы Нет Сказано О том Что Нет Праведника Который Не Согрешил Поэтому Нет места Гордости Даже Людей Когда Их Хвалят Когда Их Восхваливают Которые Это Это Не Действительно За что Хвалить Но Только Он Знает Что На самом Деле На самом Деле У него Так Много Есть Прегрешений Так Есть Того Что Ну Не Полагается Всех Если Вы Знали Что На самом Деле Как Эта Жизнь Она Развивалась И Какие Прегрешения Были Сделаны То Явно Вы Меня Не Хвалили Ну Так Есть Место Какому Гордости Какой То Поэтому Так Как Эти Люди Они Называются Анше Эмет Люди Истинные Люди Истинные Люди Люди Которые В которых Сердце У которых Истина В сердце То есть Они Не Не Могут У них Ложь Не Приклеивается Они Точно Знают Свою Кто Они Они Знают Что Это Их Не Возвышает Это Их Не Не Делает Из них Людей С комплексом Неполноценности Они Знают Что У них Еще Есть Что Называется Объем Работы Которые Еще Не Успели Проделать В своей Жизни Даруха Шем Чего-то Добился Пусть Хвалят Они Должны Делать Это Потому Что Видите Как Сказано О том Что Надо Мудрецов Торы Уважать Надо Их Восхвалять Это Их Задача На Их Плечах Верно Пусть А на Моих Не Принимать Это Я Не Должен Это Принимать Нельзя Мне Гордиться Тут И Как Раз И Время Проявить Качество Смирения Это Третья Ситуация Четвертая Ситуация Когда Человек Осуждает Он Должен Смириться Перед Творцом Своим И Благодаря Благодарить Его За то Что Он Открыл Перед Ним Немного Измногого Чтобы Наказать И Наставить Его Одно Дело Когда Человека Хвалят Это Огромное Испытание В не Сомнении Хочется Сказать Я Да Да Это Я Добил Противоположная Ситуация Когда Наоборот Человек Осуждает Ты такой Сякой Ты смотри Чем больше Чем пример Который Проклял Царя Давида И Не просто так Проклял Хлалян имресет То есть Не просто так Было Проклятие А Содержанием Он знал Точно На какое Больное место Там нажать Каким-то Царем Ты не можешь Быть царем Ты вообще От кого Ты произошел Нажал ему На все Что Реакция Царя Давида Какая Была Его же хотели Сразу на месте Как бы Наказать Сказать Нет Не трогайте его Это сам Бог Говорит Из его уст Это было Истинное Смирение Это было Истинное Смирение Видите Это Мы Это И учим Это Даже тогда Когда Нас Осуждают Я надеюсь Я надеюсь Дальше Я не помню Если Это Даже Эта Тема Будет Разбираться Что значит Нас Осуждают А ну Скажите Каждый из нас Находился Состояние Осуждения Теперь Слово Осуждение Такое Красивое А что Под этим Стоит Да По простому Нас Кто-то Раскритиковал Сказал Хотел Нам Подправить Исправить Указал На наши Неправильные Поступки Слова Поведение Какая Наша Реакция Была Или Ты Неправ Ну Наша Реакция Какая Что значит Я неправ Что значит Я неправильно Себе Веду Мы Хочем Тут И проявляется Больше всего Наше Я Наше Эго Мы Хотим Наоборот Сказать Какое Смирение Тут Показать Своё Я Отстоять Своё Я Тоже Понимаю Тоже Знаю Начиная С Иуда Который От него Идет Понятие Называется Иуды Жид По-русски По-польски Что это Значит Что это Значит По-сути Это значит Способный Признать Истину Да Тебе сказали В правду Да И он Оказался Достаточно Силён Гибор Хай Он был Человек Сильным Для того Чтобы Признать Действительно Ты была Права Да По-по-по-отношению К своей Кала Невестке Тамар Ты Права Не я Его Осудили Да И он Смирился Знаете Как Тяжело Было В этот Момент Смириться Как тяжело Когда В момент Именно В момент Смириться Что Даёт Это Смирение Кстати Говоря А Смирение Это Ключ К Прояснению Истины Это Ключ К Прояснению Того Кто Я Такой Вот Смотрите Какая Наша Роация Когда Нас Критикует Сам Такой Мы не хотим У нас Как бы Моментально Всё Отталкивает Любая Критика Это Не так Может Через год Мы там Можем Согласиться А на самом деле Это не должно быть Наша Первая реакция Она должна быть Чисто Полностью Противоположной Когда Нас Критикуют Вау А я же Это Не заметил Как здорово Что ты Мне сказал Обратите Внимание В процессе Лекции Занятия Очень легко Об этом Говорить Естественно Что в момент Когда это Происходит Забывается Лекционный Материал Полностью Всё это Выбивает Из головы И мы Инстинктивно Продолжаем Себя Защищать Смотря В какой Форме Критикуют Если Это Редко Мы найдем У нашего Брата Мы Позитивную Форму Критики Это Называется Конструктивную Мы редко Находим У нас Как правило Редко Это Происходит Мы умеем Это делаем С плеча Как положено Надо сказать Прямо Сядь Я тебе Скажу Что я тебе Думаю А у меня Есть Что сказать Что я тебе Думаю Я тебя Раскусил И ещё И присутствие Других Людей Но это Уже Дополнительное За это Наказание Дополнительное Идет Так вот Смысл Он Очень простой Что Смирение Именно в этот Момент Должно Проявляться Почему Она даст Возможность Нормальной Адекватной Реакции На работе Сколько раз Нам делали Замечания Начальник Первая реакция Он ничего не понимает В большинстве случаев Мы действительно Оказались Очень Ну не Очень Родивые Родивые Работники Тут ошиблись Тут проспал Тут не заметил Все весь Оправдать Всех обвинить Других Что вы рассказываете А в семье На этом все Ссоры Это не признают Это не признают Это Вот ты мне говори Я не сказал Начинаем С детьми С родителями Дальше Пятая ситуация О Сейчас пятая ситуация Очень важная Когда Творец Осыпает Человека Разными благами В этом мире Он обязан Смириться Перед Богом Слушайте Сейчас Пца-ца Это Бомба Ну Для людей Которые Неимущие То есть Большого счета В банке Не имеют Мало Мало Относятся Но люди Которые Так сказать Имеют С определенной Суммой И выше Это Очень Сейчас Существенная Тема Которую Мы поднимаем Ее Не знаю Надо Вообще Отдельно Вынести Не знаю Как Ну давай Скажем Мне столько Сколько Сможем Вау Послушайте Что сказано Тут То есть Когда Все время Вы не первый раз Слышите Много раз Не долго Что касается Людей Людей Богатых Да Воу У них там Испытания Испытания Богатства Испытания Бедности Вот тут Вот тут База Тут база Сейчас мы пойдем Сейчас мы входим В наш Анализ Этой темы Пятая ситуация Когда надо Проявить Качество Смирения В самом Неожиданном Месте Когда Творец Осыпает Человека Разными Благами В этом мире Он обязан Смириться Перед Богом Ну Одно Дело Когда Выиграл Лоту 20 миллионов Выиграл То Бог Послал Ну Давай Предположим Забыл Про Брога Забыл Вообще Про Все Это Я Я Просто Написал Правильные Номера Это Они Я Я Посчитал Это Я Человек Который Бизнес Построил Буквально Со своими руками Построил Огромный Бизнес Мы знаем Люди Которые Начали Чуть ли Не Там С продажи Несколько Центов Газет И Закончили Миллиардными Бизнесами Там Смирение Ибо Он Возлагает На человека Тяжкий Груз Признательности Благодарны За зацененное Ему Добро Слушайте Воверх Надо решить Ты кто Ты Человек Светский Или человек Религиозный Человек Светский Нет Бога Ну и вопросов Нет А ты Человек Скифор Религиозный Кто Управляет Миром Кто Затворил Мир Бог Творец Кто Управляет Им Бог Очень Хорошо Что значит Он Управляет То есть Все что Происходит Проиводит По его Воле Согласны Согласен Ты Разбогател Да Так это По воле Бога Или не По воле Бога Ну По Видимо По Воле Бога Ну Значит Это Он Тебе Дал Ну Да Вроде Да И Что Теперь Ты Представляешь Что Теперь Нам Дают Нам Дают Сто Шекелей Спасибо Тысячу Спасибо 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 Представляете За миллион А то дали Миллиард Не знаю Это там Я знаю Полмиллиард Ну Не надо Там Исход Вон Вон Вааа Ты мне дал Столько денег Ты мне дал Столько денег И он Говорит Для чего Нужно Смирение Для колоссального Тяжкого Труда Признательности Благодарности За содеянное Ему добро И он Должен Принизить Себя Перед Богом Ведь Так Хочется Приписать Себе А Надо Унизить Себя Унизить Свою Душу Перед Богом Самое большое испытание Богатого Человека И он Должен Принятить Себя Перед Богом Из Страха Теперь Слушайте Сейчас Анализ Не даны Ли ему Эти Блага Из Мести Ибо Большое Богатство Дается Человека В этом Мире Для Одной Из Трех Целей О Сейчас Мы Подошли Почему Люди Богатые Почему Я Бедный Это Понятно Это Вопросов Что он Разбогател Что за Заслуги Почему Как Мы не Понимаем Почему Это Разбогател Почему Так вот Надо Знать Любой Человек Богатый Человек Который Обладает Каким Достоянием А Большинство Из нас Люди Богатые Не будем Ходить Точное Определение Это Происходит По одной Из Трех Целей Либо Во благо Человеку От Творца Благословенного Сейчас Разберем По благо ему Полагается Либо Для испытания Понятно Какое испытание То есть Питание Двух Типов Бывает Вот Когда Человек Разбогател Какое Первое Желание Голова Поехала Одно Тело Работает И хочет Насладиться За деньги Хочет купить Все удовольствия Этого мира Телесные Плюс Приписать Естественно Это Успех Кому Самому Себе Кто 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 Достиг Я Звонил Это я Тут Совет Тут Правильный Поставил Вновь Вновь Встал Рано Утром Добился Это второе Третье Либо Чтобы Стало Ему Заподнять То есть Наоборот Я тебе Дам Деньги Чтобы Тебя Прикончить Иногда Человек Просто Не понимает Что Не подошло Время Пока Еще Он Только Получает Он Должен Просто Болще Получить То есть Иногда Человека Надо Приподнять Чтобы Стукнуть То есть Когда Приподнимает Он Не думает Он Думает Что Сейчас Будет До Небес Он Будет Его Приподнимать Но Он Не Успеем Первый Первый Из целей И Он Дает Признак То есть Чтобы Не думали О том Что Это Чистая Теория А Говорит Пожалуйста Вы Сейчас Сами Миллионщиками Я Человек Богатый В Времена Его Их Называли Миллионщиками Хотя Сейчас Миллион Уже Ничего Не стоит Даже Квартиру Не купишь Но Миллиончик Понятия Осталось Так Вот Признак Того Каждый Богатый Человек Должен Знать Для чего Он Получил Одно Из Трех Это Богатство Вот Признак Того Что Богатство Дано Человеку Во благо Когда Он Более Занят Исполнением Своих Обязанностей Перед Творцом Чем Заботами Об Имущества И Благодаря Ему Умножает Своё Служение Богу Видите Вот Вам Есть 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 Люди Которые 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 Они Большую часть Времени Они Учатся Но У них Есть Бизнес И Они Посвящают Этому Бизнесу Кое-то Время Несколько Часов В день Все Остальное Время Они Находятся В Учебе Они Находятся В Добрых Делах Они Раздают ЦДК Таких Людей Немало В Еврейском Народе И Чтобы Знали Существование Практически Всех Заведений Еврейских Благодаря Таким Людям Например Вот Видите Мы тут Сидим Это Тоже Благодаря Таким Людям Существует Такое Им Творец Дал Богатство Во Благо Их Такой Человек Не Сосредотачивает Свое Внимание На Богатстве Да Он Бога Но Для Для Него Это Не Фетиш Он Из Этого Сделал Что Либо Для Себя Идол Богатый Богатый Он Может Даже Пользоваться Своим Самолетом Но При Этом Его Сердце Не Возгождается От Этого Наоборот Он Знает О том Что Все От Бога И Дается И Тому Как 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 Средство Через Него Это Просто Проводится Для Того Чтобы Раздать Другим Для Того Чтобы Сделать Добрые Дела Для Того Чтобы Передать Может Следующему Поколению Которое Мне Это Будет Не Не Полагается На Богатство Не Тратит Его На И Тратит Его На И Сполнение Своих Обязан Себе Ребоб Подобно Тому Как Поступал Со Своим Имуществом Йов Да Как Известно Кто Знает Историю Йов Это Первое Просто Время Идет Это Первый Признак Второй Признак Вот Признак Того Что Богатство Дано Для Проверки И Испытания Как Знать Его Обладатель Больше Утружен Заботами Об Охране И Приумножении Своего Добра Страхом Перед Всем Что Может Принести Ему Ущерб Чем Исполнением Своей Обязанности Благодарить За него Творца Он Испытывается Своим Богатством Не имея От него Ничего Кроме Нескончаемых Тревог За его Сохранность И В свой Час Ему Придется Дать За него Отчет Ну Кто Знаком С миром Особенно Новых Русских Которые Разбогатели Большинство Сил Тратится На то Чтобы У них Это Не забрали То Что Они Накопили То Что Они Спрятаться Чтобы Как-то Уберечься Это Чтобы Никто Не просил Чтобы Жизнь Проходит Просто Хотя Деньги Есть Но Они Позволяют В основном Страдать В роскоши Особенно Жизнь Не проходит В большом Счастье В основном В страданиях В роскоши Правда Это Признак Того Что Богатство Таким Людям Дается Для Испытаний Когда Человек Ходит В бизнес У него Появляется Большой Бизнес То Его Минха Это Уже Не Минха А Шахарис Это Утренняя Молитва Она Очень Длинная Он Уже Ходит С Этим Телефоном Он Может Посередине Молитвы Отвечать Он Уже Там Что-то Делает Это Для Чего Тебе Дали Как Раз Для Этого Тебе И Дали Вот Тебе Признак Для Какой Цели Ты Получил Это Богатство Так Вот Оказывается Это Богатство Оно Тебе Дано Было Для Испытания И Третья Причина И Третий Признак А вот Признак Того Что Богатство Дано Человеку Чтобы Отомстить Ему Отомстить Имеется Ввиду Наказать Человек Больше Занят Удовольствами Которые Он Влекает Из Этого Богатства Чем Исполнение Своих Обязанностей Перед Богом И Людьми Которые Оно На Него Накладывает Он Забывает О служении Которым Обязывает Его Богатство И Не Чувствует Этой Обязанности Человек Который Так Тебя Ведет Который Разбогател И Который Забыл Кто Ему Это Дал Это Явный Признак Того Что Это Его Для Зла То есть В Итоге С Него Все Спросится То есть Снова Надо Помнить Простое Правило Ничего Мы Бесплатно Не Получаем То есть Жизнь Наша Подобна Супермаркету И Пер Не знаю Сейчас Разные Уже Есть Эти Магазины Под Разными Названиями Но Подобие Их Оно Состает В том Что Вы Приходите В Магазин У Вас Есть Большая Корзина На Колесах И Вы Так Идете И Значит Собираете То Что Все Вам Нужно Взяли Это Взяли Это Вы Не Платите Ни За Что Можно Набрать Полную Корзину Добра И Ни За Что Не Заплатить Проблема На Выходе Всегда Какой Не Очень Хороший Справедливый Человек Стоит Который Требует Расплатиться Понимаете Так И Мы Живем Наслаждаемся У Нас Яхта У Нас Самолет У Нас Забыли Кто Нам Это Дал Хорошо На Выходе Тебе Напомнят Это Это Называется Для того Чтобы Этого Человека Прикончить Чтобы Дать Ему У Него Есть Какие-то Заслуги В этом Мире Сделал Какую-то Одну Митву Получишь Пароход Получишь Не Зная Там Паровоз Тебе Дадут Будет Твой Личный Будешь На И Потому Человек Разумный Когда Приходит К нему Благо Смиряется Это Все Люди Неразумные А Разумные Это Тот Которому Придет К нему Благо Ему Хочешь Не Хочешь Он Задумается Чего Мне Вдруг Богатство Чего Я Разбогател Вокруг Меня Все Пытались Они Менее Умные Чем Я Они Не Разбогатели Разбогател Почему Бог Мне Дал Чего Он Мне Вдруг Дал А Если Он Дал Значит Мне Нужно Смириться Нужно Благодарить Ой Как Это Непросто Как Это Непросто Я Только Перечислю Шестое Седьмое Мы Завершили Этот Раздел Шестая Ситуация Когда Человек Читает Тору Книги Пророков И так Далее Это То Что Ему Он Сразу Почувствует То Что Мы Учим Он Должен Почувствовать Смирение Это Шестая Ситуация Седьмая Ситуация Когда Человек Занят Каким Либо Из дел Служения К примеру Помощью Бедным Или Молитвой Делом Обязательным Или Начатым По собственному Побуждению Или Поучением Ближнего Он Должен Делать Все Это Без Малейшего Чувства Гордости Или Высокомерия Но Только Со Смирением Ощущением Приниженности Перед Творцом Как внешне Так и В глубине Души Надо об этом Сказать Еще Поглубже Может быть В следующий раз Начнем Занятие Вот С этой Последней Седьмой Ситуацией Очень важная Существенная На этом Мы остановим Наше занятие Тут По поводу Смирения Смиримся Прекратим Занятие Всего доброго На этом Закончим Привет Израцеления